Всем привет! Поиграем в Age of Empires 4 технический стресс-тест. ФФАшечка на шестерых. Понравилась мне в стрим встретилась ФФАшечка, каждый сам за себя, значит. Ну, хотя жалко, что такое неразнообразие. Почему никто взял англичан и Священную Римскую Империю? Не знаю. Ну, победы все включены. То есть можно всех уничтожить, либо чудо построить, либо святыни захватить. Карта Черный Лес. Ну, давайте. Понеслась. Так. Пошли собирать моих любимых овечек. Очень люблю, как тут овечки за чувачком бегают. Постоянно. Так, и делаем. Лесорубов. Собрал очки и так бегают за ним. Забавно. Все, и надо теперь к... Когда он подходит к ратуши, он их оставляет, как бы. Так, у нас у абасидов плюс 25% к сбору еды. Так, я, походу, в углу нахожусь. Теперь эти ховечки сюда поближе переведем. Давайте вот эту территорию сначала откроем. Так, у меня дома нужно будет построить. Давайте прямо здесь и буду строить. Так, эти пускай рубят. Тут закрыто лесом. Ну, смотрим, где проход к соседям. В каких местах. Ну, пока рубим деревья. Сколько там? По-моему, 50 стоит лесопилка будет. Да, 50. Ой, тут нету прохода. Слушай, я так хорошо защищен. Где-нибудь тут лесопилку поставим как раз. А, стоп, так правильно. У меня же соседи в какую-то сторону. Я даже на миникарту не посмотрел. Так, вот проход. А, нет, и не здесь. Нет, здесь нету прохода. Но я все равно буду там лесопилку ставить. Так, что у нас тут? Это больше крестьян. О, еще овечки. Кайф. Давайте, давайте, собирайтесь. Мы маленькие овечки. Никто нас не спасет. Мы таем, словно свечки. Кто же нас спасет? Вот тут проход. Тут надо основную стену будет ставить. Похоже. Да, слушайте, неплохо у меня. Карта сгенерировалась. То есть у меня основная чисто здесь. Так, вот этим отправлю стену поставить. Боже, что за визги какие-то. Отлично. Так, а этим пока сразу... Тут я уже все исследовал просто у себя. все понятно мне. Так, отправим дальше на овец, наверное. Уже пятеро собирают. Так, этого отправляем лесопилочку поставить. Так, единственное, жалко, нету все-таки авторазведки у разведчиков. Вот этого мне не хватает. еще куча овец. Так, успеет ли он ко мне сюда? Вот видите, я увидел желтую, но здесь я успею все-таки стены построить. Чтобы он ко мне не зашел. Так, стены, ээээм, ворота надо. Так, все, мне все нравится. Теперь надо бы... Так, тут камень. Где у нас золото? Вот сюда давайте. На золото несколько, ребят. Так, этот тут бегает за скаутом. Для таким макаром я могу не управлять своим скаутом. Просто бегать за этим чуваком и все. Так, еще раз проверю, что тут реально прохода нету. Нигде. Ну, похоже, да, нету. Остальных на золото направлю. То есть я просто бегаю за желтым, чтобы не управлять скаутом. По-моему, я умненький. Так, как он это сделал. Стоял чувак. Так, видите, у нас добыли все дерево. Отправляем сюда. Сколько у нас овец еще? Три штуки. Так, тут у нас режиме где-то нету. Здесь нигде прохода никакого. Что-то я засомневался. Ну, не знаю, а вот сырью нету. По идее, должен быть какой-то. Ну, давайте-ка я гляну вот сюда. Не, нету. Ладно. Так, этим сначала мельницу поставим. Сюда. И здесь я бы заставу еще сделал. Как-нибудь вот так. Так. Десять на еду, пять на дерево, семь на... Я думаю, можно уже строить для перехода в следующую эпоху. Вроде экономику подняли более-менее. А скаута мне убили в итоге. Так. Дома мудрости. Его сначала надо поставить, а потом там надо будет... Наверное, вот здесь поставлю. Он просто защищает еще от пожара. После дома мудрости надо бы бараков поднастроить. не будет. А, собственно, вот здесь давайте сразу. Все построили. Бараки пошли. А когда это все построить, на камень перегрошить, чтобы они добывали камень. так, я думаю, что можно часть, еще пять штук на добычу дерева отправить. Дерево маловато. Дерево маловато. Так, давайте ставим семерых туда. Так. экономическое крыло 400-200. Вот когда оно будет сделано, считайте, мы перейдем в следующую эпоху. Так, хочу еще одну казарму на самом, блин, не хватает. Ладно, давайте на добычу камня. И немножко бы копейщиков, конечно, поделать. А, на всякий случай, чтобы они на башню... Посмотрите, на башню встанет один копейщик. Ну, тут надо линию обороны несколько потом каменных стен просто поставить. О, всех овечек обработали. Где-то у нас еще, по-моему, тут было... Вон еще ягоды есть. Да, сидит, смотрите. Давайте сюда пять пятерых, отправим. А, там один, два, три, четыре, пять. Такая пять. Конечно, талучников лучше было бы. Но пока вроде все нормально защищено. Сейчас перейдем в вторую эпоху, можно будет каменные стены строить. Я бы, может, даже еще один... Еще одну ратушу сделал где-нибудь вот тут. Рядом с железом и камнем. предел по населению двести должен быть, так что еще можно домики поставить. Видите, плюс пять к защите от огня благодаря дому мудрости. вторая эпоха. Скоро. А, нет, слушайте, бегает еще скаут. Прикол. Найс. Так, хорошо. Тут улучшаем. Тут улучшаем. штуку улучшаем. Штуку улучшаем. Штуку улучшаем. Так, теперь мне надо строителей, я думаю. Давайте вот сюда. этим каменную стену пошли строить. Да, тут я, конечно, могу огорать. Вообще, я тут от защиты поиграем. Проход камня один, камня только могут, если, ну, лес вырубить тотально. радиус атаки копейщиков на 100%. Давайте откроем. Снижает стоимость, о, снижает стоимость создания поселенцев. Так, я хотел бы пашню. А что-то я не вижу ратуши, кстати. А, вот городской совет. Его давайте еще посмотрим. Ну, то есть, это такой же, как вот этот будет. Скаута моего тут атакуют. Просто несколько линий этих стен сделаю. Будем сидеть, огородившись. Потом, когда уже я почувствую себя уверенно, когда будет много армии. Так, домиков. мархабан. Мархабан. Так, ворота. стены. Конечно, можно и лучников проставить. Так, камень стали добывать. Нет, давайте вы что-нибудь построите. кузницу, конечно. Кузница нужна. Потом рынок. Вообще, рынок тоже можно, я думаю. и давайте тут следующую крыло. Военное крыло становится доступна и поддержка верблюдов, щиты, мехаристов, тренировочные ладжи, военное крыло. Хотя нет, подождите, у нас никто вряд ли будет сейчас нападать. Давайте, наверное, это крыло культуры, сохранение... Нет, сохранение... Ладно, давайте крыло культуры. Так, теперь юниты. Мне кажется, там у нас верблюды должны быть. Строим все вот это, а здесь давайте на золото пятерых. А отсюда на камень пятерых. Все, еды у нас дофига. Тем более, еще вот тут можно будет собрать ягоды. Давайте-ка мы этих всех ребят сюда переведем. Хай стоят на стене и смотрят вдаль. Я так понимаю, что вот мехаристы мой основной юнит стремительные и выносливые ближнего боя. Эти тины против любых всадников. Высокая стоимость, минус только. Видите, мне надо их собрать и максимум будет всех мехаристов. Тогда вперед идти. так, еще, еще строим. лесом. Так, дальше стену прокладываем. все, я скречу эпохи уже. Передвижение местных верблюдов. Снижает стоимость всех тихий. Так, сначала мы вот это откроем и потом все будем открывать. пару этих для стреляющих юнитов. Посмотрим, что там. Так, плюс отсюда давайте на добычу этих ягод отправим. Да, тут ко мне, конечно, только если кто-то только захочет через лес пробиться. Давайте глянем. Вот зеленый, вот желтый, вот фиолетовый. Мне кажется, здесь кто-то еще должен быть. По идее я прям на него и буду выходить. Все исследовано. Быстрее собирают урожай. Быстрее верблюды. Донтону, Донджону улучшаем. Сейчас все тихи у меня дешевле стоят. вот эти все ребята идут сюда. Тут мельницу вставлю. Где-то еще у меня стоит. здесь ворота. мечеть. Что мы можем мечеть? Что такого что так нарисовано? вообще нет ничего печеть. Блин, кузница, где на кузнице? надо все в кузнице открыть. стреляющий лучник на верблюде у нас имеется. вообще наверное стоит уже юники потихоньку делать. Давайте сюда. тоже стены башни. донжоны согласен донжоны нужны давай сюда пока что-то я до верблюда пока не вышло. Так надо и мама посмотрим есть что собрать наверное надо больше все-таки еще давайте на добычу леса пять и пять на добычу золота добычу с добычу строить быстро на че нет Все это если кто-то прорвет меня линию обороны Так ну и мехаристов надо тогда Этих ребят здесь будем собирать Да у них еще высокая стоимость за еду между прочим Так Пойдем это будет больше денег давать Штука Так а помню где-то я еще видел У меня на территории нет или показалось Наверное показалось Две святыни в центре лить я не думаю что можно победить Будь через святыню Домики надо построить До 200 надо предел давить Видите у меня уже 92 из 100 Строим фермы Интересно кто-то вообще воюет Может кто-нибудь уже сдался Я единственный кстати А нет Тут уже в четвертый один Еще Постоянно мне не очень нравится Так Ладно что я так вот оставлю Так 170 Еще три домика осталось Переходим А 2400 еды Надо Давайте еще четверых На еду Возьмем Все дома есть Мечеть есть Донжон есть Давайте инженерных мастерских Парочку Почему нет Ферму Можно поставить рядом Но я кажется Меня устраивает И так Как добывают Так В данжине Давайте Спрингалда Разместим Здесь В данжонах И в башне Тоже В данжине В данжине В данжине В данжине В данжине В данжине Конечно Огородился Вот это Я понял Вот это появляется Значок Когда можно Перейти в следующую Экопу Строим Наверное Военное Крыло Я так понимаю Что У аббасидов Что-то Ты одно Не выбираешь О Надо больше Построек Чтобы Золотой век Начинался Смотрите К Мне еще Семь построек Надо сделать Я могу Этих Например Лесопилок Побольше Поставить Тогда Эту Давайте Овечка Бесхозная Ходит Опять Никто Их Не пасет Так 15 Пучников На верблюдах 9 Надо Короче Теперь Упорочку На юниты Сделать Мехарист Пучники До предела Довести И В общем Ити Нападать На Кого Нибудь Там Стоят Мастерские Так Мне надо Наверное Больше Еды Я Все Так Думаю Давайте Еще Одну Эту Мельницу Поставим Попереч Я Попереч В следующую Эпо Вышел Золотого века Еще нету время перезарядка лучников 25 повышает защиту инков на верблюдах пехоты поблизости наверно нет хористы получают щиты защиты отлично увеличивает запас здоровья всей пехоты пусть и но внешней пехотами кавалерия легкая стрелковая кавалерия верблюда так что это мне можно не открывать поселенцы могут составлять на 8 больше ресурсов и мамы у которых нет религий могут обращать юнит им только по одному за раз так универ не верни построен надо универы так давайте еще хай вот эти не добывают камень а построить универ университет 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 подождите а в радиусе дома мудрости видите в радиусе дома мудрость а может я могу больше домов увеличится ли университет камень не добыть поклонники камень всех всадников урон таранов пока рано прочность построек увеличим с огнестрельным мне нафиг надо запас здоровья пехоты ну а да пускай будет рядом есть стоят пекиньёры на стенах лендарда хакуруху на шрам сэн таби у амирак блин такое счастье тут вообще никого нету так сколько мехаристов 14 элитные так но я скоро уже буду полностью прокачивать запас здоровья реликвии больше пищи надо открыть почему нет камень походу весь собрали давайте-ка здесь люди по моему в радиусе он будет так мне надо что-то я вот это видите я не знал что это работает кстати я помню только я больше не могу строить дом мудрости то есть это один дом мудрости то есть вокруг дома мудрости потом надо все расставлять так что мне тут нравится минара бомбарда нравится прочность осадных орудий увеличивает скорость передвижения осадных орудий перезарядки манганелла не хочу будем бомбарда бомбарды делать упор практически до стены ну ладно будет сейчас скоро атаковать а только до 200 довести так никто еще не сдался все все в черном кроме вот этого в третьем а тут у меня красный у меня это вот это аска 710 ну окей так в кузнице последние да кстати вот это в радиусе получается отлично где нас радиус наверно вот этим оранжевым нарисовано так ладно хер с тобой золотая птичка валим да видите больше не ставится а я не поставил дайте поставлю еще домик и посмотрим увеличится ли предел так мне нужно бомбарды и ломать ему все я бы 5 сделал еще что-то медленно золото честно говоря накапливается так эти китаю хорошо китай вообще просто так практически золото капает так что он построен не увеличилось а в радиус добавилось да да так давайте больше построек короче нам тут надо а тик конюшни здесь сзади построен а слушай может и как-то объединить можно я точно я не так делаю я типа тут домов добавлю и тогда она объединится все в один радиус стопудово смотрим все в кузнице открыто все а можно еще одно строить так вера точно нет золото от торговцев ну слушайте мне это не надо миском торговать я думаю что я не буду это крылос до вы видите 2 до объединилась отлично 44 из 60 так ну тогда тут можно еще типа вот этот добавился или в принципе ведь он считается в радиусе лично так давайте больше враг захватывает святыми нехорошо но я надеюсь там кто-нибудь не стены разрушили ничего не улучшается 22 значит 1 2 сколько мне надо до 3 фига это будет дофига пусть там фиолетовый хочет захватить все это может ничего сделать раз-два так давайте соберем камень тут а эти на золото о блин тут еще не все прокачано так так чувак я понял ты не хочешь успокаиваться один-два-какали мехаристы что-то он решил дальше не идти пока ну давай мы ему тоже поломаем я надеюсь что на него кто-то напал там еще сзади сосредоточим немного что-то в о сегодня не Да, это не та линия обороны, которая у меня была. Да, я не могу, я не могу. Ихаристы хороши, эхаристы. Ихаристы хороши, эхаристы. Ихаристы хороши, эхаристы хороши. Все, минус один, думал ко мне лезть. Так, окей. что у меня не улучшено ни добыча камня, ни добыча дерева урон таранов и три бушей не знаю так, давайте вернемся полечимся, соберемся с новыми силами так, уже отправим одного монаха там фиолетового убивает, я так понимаю так, ближайший ко мне следующий, видимо, желтый давайте, я не буду стену пока ломать так, давайте еще одна достопримечательность фиолетового минус так, восстановим стены ну блин, чё, этих не отправили отправил домой так, лечит, видите, имам так, короче, фиолетового сейчас не будет, очевидно не понимаю, голубой тоже вычеркнут? голубой тоже вычеркнут, значит, останется зеленый, желтый и я, да блин так лучников 21, мехаристов 24 давайте 5 мехаристов и 10 лучников пока так, сделаем так, если тут что добывать у желтого ли он все, все собрал о, золото поехали сюда о, я могу чудо, кстати, поставить слушайте, может мне чудо и огородится я ж так хорошо тут защищен я тут столько стен себе поставил сейчас фиолетового вынесут но эти двоем начнут но им нападать с одной стороны только получается тут вопрос насколько, насколько долго надо удерживать отсюда о, зеленого уже кто-то что-то уничтожает может это желтый напал на ну я не понимаю, почему а, вот так все ставится, отлично желтый сдался так, слушайте, ну я думаю, что имеет смысл чудо построить блин, и влазит немножко о, сюда давайте всех лесорубов туда же посмотрим заодно сколько времени требуется защитить чудо то есть фиолетового так и не вынесли, кстати так, больше механистов надо это 77 87 97 и 3 верблюдика все, я готов к труду и обороне так, сколько мне надо? 10 минут защищать. Ой, 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 подождите. Много отправил. Вот теперь вопрос. Захват двух святынь. Сколько... Ну... Сколько их надо удерживать? А, они будут тут строить? Давайте, может, святыню нашу обнесем стеной. Где-нибудь он здесь захочет. А, походу, вот это вот все. Так. Неужели вот так вот быстро? Или все-таки сейчас вот заполнится и потом время начнет отсчитываться? Потому что если так, то точно довольно быстро. Тем более, что они рядом находятся. Она скоро одержит. Так, нет, те же, те же 10 минут, все ясно. Мы побеждаем, окей. Никуда не торопишь. Амру, а намуста Айтун. На всякий случай. Я не знаю, как... Может, он может прорваться через дерево... Ээээ... Через лес. Сейчас посмотрим. Обманываем. Ой, это я союзнику. Так, а как мне всем написать? Непонятно. А, значит, ничего не будем писать. Я не знаю, кстати, есть ли тут в четвертой цели какая-то возможность разломать... Разломать стены. Так, в итоге у меня 39 лучников на верблюдах и 69 мехаристов. Нормально. Я думаю, отобьемся. Ну, смотрите, а... Кто что, желтый или зеленый остался? А зеленому, например, нет смысла помогать фиолетовому нападать на меня, потому что тут разница в полторы минуты, даже меньше, чем в полторы минуты. Уничтожает меня, сразу фиолетовый побеждает по святыням. Блин, и 9 зданий. Давайте, может, достроим 9 зданий. Раз, два, три, четыре, пять. И зеленый построил чудо. Ну, а он только начал строить. Ну, поздновато. Что-то там третье даст скорости исследований, скорости производства, но это уже мне бессмысленно. Я просто хочу последнего уровня золотого века достичь. Ну, это тоже прикольно за аббасидов играть. Вот, китайцы и аббасиды, у них очень оригинальная механика, как играть. Эти англичане из Священной Римской Империи, они все-таки довольно обычные. Ну, как бы, обычно в Age of Empires вы играете. Прикольно, мне понравилось. Сейчас еще тут плюс эти вот добавятся. Я реально думаю, что он может где-то вот здесь вылезти на меня. Последнее здание осталось и будет третьего уровня. Добьем стеночку. Нам бы, конечно, вокруг святыни просто еще стену поставить. Так, этих отправлю золото добыть. Не верю, все открыто. Зай, все пооткрываем типа для очков. Хотя нафиг вот этому-то мне не надо, да? Пускай мамы могут обращать, вдруг он нападет. Смогем это сделать. Ну, я так думаю, что все лето просто не хочет тоже тратить ресы на нападение. Нафига. Ладно, может мне тогда вылезти? Че нам тут сидеть три минуты? Так, вот это давайте поубираем. Оно не влияет, по-моему, на мой золотой век. Зеленый построил чудо. Я думаю, что я не возражаю. Поехали. Поехали. Возможно, я зря вылажу, но мне кажется, за три минуты уже как-то... О-о-о, пошла, пошла она. Я, собственно, для этого здесь и ставил юниты. Бля, че у меня лучники сначала были? себе. Это я... А он тоже обмассив? он китаец срочно делать юниты еще просто-просто мне разнесли все ну благодаря я не знаю мне кажется все таки не должен дойти фак просто минус а так надо больше больше стен пока он там будет взламывать мою оборону 50 секунд да не я вроде победил то есть он у меня быстро развалили да всех юнитов да не не успеет долго собирался чувак с нападением у меня полезло с местом короче я просто смог огородиться от всех и сидеть как этот как цуцик под веником пять пять четыре три два один победа давайте глянем статистику ну извините я одного вынес соседа таким образом обеспечил себе свободное пространство давайте давайте статистику график так давайте оставим чисто зеленого вот так это общее число юнитов число поселенцев фиолетовый в развитие похуже то шел я он как сделал у меня больше все кстати а по сравнению с другими давайте глянем мой этот вообще никакой был да я видите за счет экономики я уже все было поселенцев я gg напишу так число военных юнитов тут я ну в принципе примерно это равное голубой ничего не строил примерно какой остаток мне кажется мы тут все на одном уровне примерно были а вот тут я ломанул тут я конечно слил видите фиолетовый насколько меньше слил чем я потом еще зеленый пришел повоевать тут они проиграли не хочу играть чудесами ну такой вопрос знаете мне со святынями не убить можно а за выставить чудеса можно убить количество ресурсов но тут я конечно насобирал всего золото как да ну тут примерно равное шли примерно равное все шли сводка аббасидов я а значит все таки фиолетовый был китайцем жалко что не было ни священной римской империи не англии чтобы посмотреть общий счет зеленый кстати больше набил но но в принципе прикольно получилось мне понравилось надо еще погонять немножко все на этом все играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока